В стенах дворца культуры «Спартак» провели общегородское родительское собрание по инициативе общественной палаты города. Темой собрания стала проблема правонарушений среди детей и подростков, так как на улицах города часто попадаются несовершеннолетние, употребляющие спиртные напитки, табачные изделия. Первым в качестве докладчика выступил Марас Хапумалаев, который рассказал о духовно-нравственном воспитании подрастающего поколения. «Каждый человек должен делать то, что от него требуется воспитание именно в семье. Общество и государство начинается с семьи. Если у нас не будет воспитания в семье, у нас не будет воспитания в обществе». Одной из обсуждаемых тем на территории Хасавьорта стало употребление наркотических препаратов не только молодежи, но и лицами, достигших несовершеннолетнего возраста. Подтвердила оперуполномоченный наркоконтроля Министерства внутренних дел Республики Дагестан Надежда Сайпудинова, продолжив говорить о состоянии потребления наркотических веществ детьми и подростками. «Обращайте внимание своих детей на то, с кем они общаются в интернете. Вот поверьте мне, если бы не было ни этого интернета, большинство проблем, которые есть сейчас у нас в обществе, можно было предотвратить на ранней стадии их развития. Ведь рассадник заразы – это именно вот эти интернет-сети, что они там друг к другу посылают, какие картинки они там смотрят. Мы можем с вами не знать, потому что телефон стоит у нас на пароле». На сегодняшний день наряду с зависимостью к наркотическим препаратам существует не менее глобальная проблема, связанная с подвластностью социальных сетей и сетевого интернета. Данную проблему на собрании озвучила исполняющая обязанности начальника отдела по делам молодежи и туризма Ишата Таева. Поскольку каждый родитель недоумевает, какова жизнь его ребенка в социальных сетях. «Мы взяли только сегодня информацию, выслушали о нас, внимание. А есть и другие тоже правонарушения нашим подросткам, о которых немного позже скажет инспектор наш ПДН. Увы, есть такое на сегодняшний день, что нами, скажем так, отделам, отделам молодежи, совместно с наместителями директоров по воспитательной работе на сегодняшний день делать. Конечно, вы знаете, а может быть и нет, что в каждой школе есть группы, скажем так, волонтеров». Организаторами и докладчиками были даны рекомендации родителям. В основе речь шла о полном запрете мобильных телефонов во время учебного процесса в общеобразовательных учреждениях города. «Сегодня у нас есть образовательные учреждения, где телефоны, не скажу, что полностью, но почти дети не пользуются телефонами только после занятий. Я вас попрошу, чтобы вы также, когда родители будете собираться, данный вопрос поднимали сегодня, это нужно нам, нужно, потому что много очень проблем у нас в системе образования между детьми и в дальнейшем между родителями, вот из-за этих телефонов. Ненужные фотографии, ненужные смс-ки, потом мы уже обижаемся все на друг друга, и начинается ненужное». Целью общегородского родительского собрания послужило заинтересовать родителей и преподавателей школ в увлечениях ребенка, обращать больше внимания за подростками в тот период, когда они находятся вне дома, учитывая, что на улицах города встречаются их сверстники, вовлеченные в иную среду деятельности, отметили организаторы. Ведь молодежь не всегда понимает то, насколько пагубно может отразиться на их жизненном пути. Плохая компания. Бурлея Самбиева, Тагиб Магомед Набиев, информационная программа «Пульс».